Скорая самородина, здравствуйте. Если театр начинается с вешалки, то скорая помощь с диспетчерской службы. Наталья Столярова в медицине уже больше 30 лет. Начинала фельдшером скорой, по состоянию здоровья пришлось уйти с линии, но с любимым делом прощаться не стала. Последние 18 лет трудится диспетчером, что не менее ответственно, чем приезжать на вызов, уверяет специалист. От того, как поговоришь с обратившимся за медицинской помощью, часто зависит отношение людей к бригаде, приехавшей на вызов. Оперативный отдел – это сеть скорой помощи. И поэтому все зависит от нас. Как мы приняли вызов, так значит, с работы бригады, линии, все, естественно, идет от нас. И поэтому нужно, конечно, быть внимательным. Это тоже не менее сложно, чем на линии. В условиях повышенной готовности, связанных с новым коронавирусом, на станции скорой помощи приняли решение увеличить количество операторов до максимума. И днем, и ночью дежурят все 15 человек. В таком режиме работали только во время чемпионата мира по футболу в 2018-м. Обычно количество дежурных операторов варьировалось от 5 до 13 человек, в зависимости от времени суток. У всех операторов появился новый обязательный вопрос, невзирая на симптомы, с которыми обращается человек. За границу не выезжали? В контакте не было? Многие звонят в скорую помощь только потому, что вернулись из-за рубежа, чтобы проконсультироваться, при этом не чувствуя никаких симптомов. Но скорая не должна консультировать. Для этого есть горячая линия специально по коронавирусной инфекции. Есть и те, кто обращаются уже с симптоматикой. В этом случае диспетчер перенаправляет вызов старшему врачу. Их на станции трое. Они решают, направлять ли бригаду по адресу, либо передать вызов районной поликлинике. В случае, если бригада все же выезжает, все фельдшеры пользуются специальной экипировкой. Когда диспетчер 0-3 собрал уже полностью питанамнез, и нам понятно, что здесь возможно подозрение на новую коронавирусную инфекцию, как ее сейчас называют. Об этом диспетчер сообщает бригаде, которая в ближайшую находится, свободную бригаду, чтобы они соответствующим образом экипировались. То есть средства индивидуальной защиты одевали. Помимо того, что в данный период времени все бригады у нас в медицинских масках ездят, они еще, у них присутствует средство индивидуальной защиты, это защитная одежда. То есть они облачаются, там различные модификации, это одежда есть, то есть полностью сами все покрываются, то есть перчатки одевают, маску, головной убор, там что-то в виде очки. Если уже при осмотре у пациента замечают признаки инфекции, человека определяют на обследование в стационар. В среднем в день возникает около 10 таких подозрений, говорят медики. Чтобы определить бригаду на вызов, работает еще один отдел операторов. За каждым закреплено по 15 групп фельдшеров. По монитору они смотрят, кто освободился, и направляют их по адресу. Проконтролировать можно и точное место расположения машины скорой помощи, и даже скорость автомобиля. Врачи Самарской скорой помощи держат руку на пульсе. Регулярно они проходят переаттестации, поэтому всегда обладают актуальными знаниями.